Типа ту 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 мит по дau Так можно еще гулять с yap А тут спросить не могу карта есть? нет. прогуляемся, подышим, свежим воздухом. Ультки. Хайл Гитлер. Хайл Гитлер! Хайл Гитлер. Хайл Гитлер. Чего-то Майер не туда пошел. Карта. Неа. Карта не работает. Опять на аэродром. Так, дневник. Так, это... Опять надо, наверное, к чайнику идти, к технику. Колоть его дальше. Мы же из ТАПа. Едем на аэродром. Едем на аэродром. Так, мы же из ТАПа. ТАПа. Едем на аэродром. Мурак. Ольга. ЧТОПа. Клэйс. Ничего нового не вспомнили. Ну, подождите, подождите Я не могу вам сказать, не могу В чем дело? Почему? Узнает, убьет И я умру Кто убьет? Шосс? Нет, нет, главный убьет Убьет главный, скажет Почему мне не сказал, а этому из СС Сказал и убьет Так, блин, еще раз скажите мне Убьет, все равно убьет Он у нас зверь, для него слово незаконно Как зовут, ваше главный? Не помню, ничего не помню На К что-то Так, ладно Очень жаль, не кулиться Герштон Дартомфюрер Я устал и не очень хорошо соображаю Я вряд ли могу вам чем-то помочь Жаль, Шосс, жаль Что вы о штубе можете сказать? Ничего хорошего и ничего плохого Я никогда не был доносчиком И никогда им не стану Подождите, Шосс, при чем здесь донос? Речь идет о безопасности фюрера, и я... Гермайер, я уже сказал все, что хотел Позвольте, Шосс, это наводит на кое-какие подозрения Как вам будет угодно Я еще кое-что хотел сказать Герштон Дартомфюрер, я устал и не очень хорошо соображаю Я вряд ли могу вам чем-то помочь Жаль, Шосс, жаль До свидания, офицер Так Короче, Шосс сказал, что чтобы до ночи Ну-ка, чтобы колись Что вы дергаете обычного рабочего человека? Нас и так уже никуда не выпускают В радиусе десяти километров Чертова запретная зона Везде эти чертовы мины И выиски эти Стой военный объект Сходить с дороги запрещается Опасно для жизни Ни одной женщины Ни одной девушки На весь аэродром Одна чертова лошадь И та не настоящая Сзаду у нее зенитка спрятана Что? Что вы хотите от простого человека? Что? Что делать, если не пить? Что? А где бы взяли алкоголь? Не скажу Отстаньте от рабочего человека Отстаньте от меня Так О какой-то книжке Подождите, подождите Я не могу вам сказать Не могу В чем дело? Почему? Узнает Убьет И я умру Кто убьет? Шосс? Нет, нет Главный убьет Убьет Главный Скажет Почему мне не сказал А этому Из СС Сказал И убьет Так Как зовут Вашего Лау? Не помню Ничего Не помню На К что-то На К что-то Ну еще раз Скажи Убьет Все равно Убьет А, ну на зверь Для него слово Незакон Как зовут Как зовут Вашего Лауна Не помню Ничего Не помню На К что-то Ладно Очень жаль И по морде Получил И ничего Не сказал Незакон Wonder Так, позвони куда-то. Так, мне нужно позвонить. Конечно, с кем вас соединить? С приемом генерала Штайхера. Хорошо, Гермайер. Алло, это приемная генерала Штайхера? Адъютант Отто Хаффнер слушает, что вам нужно? Это снова штандартенфюрер Майер, гестапо. Передайте, пожалуйста, еще одно сообщение генералу. Конечно, диктуйте. Все в порядке. Продолжаем работать. Вы ничего не хотите добавить? Нет, благодарю вас. До свидания. Конечно, с кем вас соединить? С отделением А4. Хорошо, Гермайер. Говорит штандартенфюрер Майер. Да-да, Майер, что у вас? Контрольный звонок. Я прибыл в Адлерхорст и приступил к инспекции. Вас понял, ждем дальнейших сообщений. Так, ладно, пока прийти. Так, ну я не был бы из Стамовца, они были советскими родовичками. Если бы перед тем, как с офицером поговорить, я не поговорил бы с Викторией. Всего доброго. Так, при чём тут я ещё не поговорил, то я случайно кликнул не там. Так, а где все офицеры? Офицеры. Кроме этого, пьяница на диване. Да-да, они в бункере на совещании. Я хотела вас предупредить, но закопалась и забыла. Простите меня, это моя вина. Ничего, Виктория, не извиняйтесь. Вашей внешности не идёт раскаяние. Ваши глаза должны метать молнии. Спасибо, Гермайер. Так. Всего доброго. Стоп. Кресла поставлены полукругом. Так и представляешь себе картину неспешного вечернего разговора у камина. Я лучше не буду его будить. Пусть проспится. Это как? На столике стоит опорожнённая бутылка итальянского бренди. Фуражку трогай. Это моё. А, моя фуражка. Это моё до... Достоинство. Не буду вам мешать. Да ёлки. Да я должен вам помешать. В чём же ж делаем? Так. Шё ж делать? На аэродром... На... Едем на аэродром. Хайл Гитлер. Хайл Гитлер. Нужна твоя помощь. Да, всё, что могу. Где... Находится личный самолёт Фюрера? Кондор? Я не знаю. И не думаю, что это может знать обычный охранник. Кто имеет доступ к личному самолёту Фюрера? Ну, личная охрана Фюрера, РСД. Лётный состав Кондора, обслуживающий техперсонал и начальник охраны аэродрома. Расскажи мне о РСД. Расскажи мне о РСД. Я о них почти ничего не знаю. Вряд ли я могу чем-то вам помочь. Среди них могут оказаться неблагонадёжные люди? Нет. Однозначно нет. Расскажи мне о лётном составе Кондора. Самолётом Фюрера обычно управляет Гансбау. Личный пилот. Кто ещё из лётного состава может присутствовать на самолёте, я не знаю. Расскажи мне о техническом составе Кондора. Среди техников могут оказаться случайные люди. Месяц назад было обновление персонала. Как я слышал, взяли несколько непроверенных людей. Сказалось, нехватка рабочих рук. Мне нужно чуть больше подробностей. Мне нужны конкретные фамилии. В этом я не могу вам помочь. Попробуйте обратиться к Оверсту Кесслеру. Он контролирует технический состав аэродрома. Он сейчас должен находиться в замке. Спасибо. Ты мне очень помог. Понятно. Теперь можно в замок возвращаться. Ну, спросим ещё о начальнике охраны аэродрома. Он уехал на ближайшие два дня и... Спасибо. В таком случае он мне не интересен. До свидания. Так. Дневник. Так. Есть непроверенные люди. Так. Надо... Кесло. Сейчас должен находиться в замке. Ну, вот то, чего не хватало. Слезующие звезды... Опять же, шуклограф пошла дальше. Вот теперь можно к Виктории обратиться. Она скажет, кто такой Кессли. Так. Мне нужен оберст Кесслер. Где я его могу найти? Оберст Кесслер? Вам повезло, Гермайер, что его ещё не забрали. Вон он, спит в кресле. Спасибо, Виктория. Другое дело. Что ж... Позвольте... Всего доброго. А вот теперь можно и с Кесслером поговорить. Кесслер. Кесслер, просыпайтесь. Никакой реакции. Кесслер. Кесслер, просыпайтесь. Никакой реакции. Понятно. А вот теперь его в фуражку тронем. Вы думаете, я сплю? Вы думаете? Я ничего не соображаю? Вы хотите украсть у меня моё достоинство? Так. Кто из техников неблагонадёжен? Я... Я... Кесслер, отвечайте. Кто из техников вызывает ваше подозрение? Кесслер! Шосс. Фридрих Шосс. Эва, дверь по коридору. Дайте мне поспать. Вот так. Стоило задать прямые вопросы, я тут же получил ответ. Так. Техник. Ты-ты-ты-ты. Ясно. Фридрих Шосс. Карта. Нам, кстати, карта сейчас очень понадобится. Барак. С Шуслером мы разваривали, сейчас пойдем к его соседу. Мы ему по зубам уже дали, в штопе. Вы не помните? Я уже был у вас. Я штандартенфюрер СС Герхард Майер. Да, СС. Не помню. Чего надо? Вы упоминали о какой-то книжке Фридриха Шусса. Подождите, подождите. Я не могу вам сказать, не могу. В чем дело? Почему? Узнает. Убьет. И я умру. Кто убьет? Шосс? Нет, нет. Главный убьет. Убьет главный. Скажет, почему мне не сказал, а этому из СС сказал и убьет. Я разговаривал с обрастом Кеслера. Он так же, как и вы, подозревает Фридриха Шусса. Не было надежности. Да? И про манифест, и про Карл Маркса? Да, конечно. Значит, умрет скоро наш Шосс. Ха-ха-ха-ха. Там в углу у него тайник. Доска там одна отходит. Это моя же раньше комната была. Я там хранил кое-что ценное. Значит, тайник в углу? Хорошо, я запомню. Пошли к Шоссе. Так работает Гестап. Отойдите, пожалуйста. Мне нужно обыскать вашу комнату. Это по какому праву? Нет, вопросы, вопросами. Инспекция, инспекция, но комнату я вам обыскивать не дам. У вас на это должны быть серьезные основания. Шосс, если вы тотчас же не смените тон, то вас ожидают очень большие неприятности. Очень большие неприятности, Шосс. Вы понимаете, о чем я говорю? Старый Фридрих не самоубийца. Он все понимает. Милости просим. Что вы скажете на это? Что это? Где вы это взяли? Хватит, Шосс, хватит. Я при вас достал эту книгу из тайника. Коммунистический манифест. Просто прелесть. Вы знаете, что теперь последует? Знаю. Отчего не знать? Вещи с собой брать или уже не понадобятся? Нет, думаю, не стоит. У меня к вам совсем другое предложение. И пусть тот факт, что ваша судьба находится сейчас в моих руках, придаст моим словам вес. Интригуете, офицер? Хотя я послушаю. Ведь я все равно, что уже мертв. Я приехал сюда, чтобы убить Гитлера. И вы мне в этом поможете. Я старый человек. Я уже научился отличать, когда люди врут, а когда они говорят правду. Вы не врете. И вы меня по-настоящему удивили. Кстати, не думаете идти в Вистап? Да, я и не подумаю. Я, черт побери, вам поверю, Майер. Шосс, почему вы так не любите фюрера? А за что вы его не любите? Или, может, вы просто хотите захватить власть и с поднятой рукой отправиться дальше на восток, на юг, на запад? Мы... Да ладно, можете не отвечать. Мне это глубоко безразлично. Все равно советы будут здесь. Если не сегодня, так завтра. А если не советы, так Чеовчиль с американцами. А у меня просто погибли на войне два сына. Просто погибли и ничего больше. И теперь мне просто хочется отомстить тому человеку, который действительно виновен в их смерти. И одновременно сделать для всей Германии хоть и не очень большое, но все-таки доброе дело. Шосс, вы коммунист? Я в такой же мере, как и вы. Хотя нет, старый Фридрих поторопился. Я ведь о вас ничего не знаю. Возможно, именно заветы Ленина и привели вас сюда. Я не коммунист. Я просто патриот своей страны. Золотые слова, офицер. Я с вами всей душой. Собственно, о нашей с вами задаче. Я внимательно слушаю. Нам нужно убить Гитлера. Убить Гитлера? Старые мои кости. Сказать-то проще, чем сделать. Есть ли у вас гениальный план? Мистер Фикс. План? У меня нет никакого плана. Я действую спонтанно. И пока у меня неплохо выходит. Без плана не о чем и разговаривать, офицер. Дело непростое, так что подумайте хорошенько, а потом возвращайтесь. Фридрих вас дождется. Еще раз. Вы придумали план, Майер? Думаю, что разумнее всего будет подложить бомбу перед вылетом Кондора. Вы сможете мне в этом помочь? Бомбу? Дайте подумать. Да, это возможно. Но у меня нет бомбы. Да и не знаю я, когда фюрер решит воспользоваться своим самолетом. У меня есть достоверная информация, что фюрер собирается воспользоваться Кондором завтра. Тогда еще одна проблема, офицер. Завтра дежурит мой напарник Штобе. От него надо будет как-то избавиться. Так, то есть бомба и напарник. Я правильно понял? Да, офицер. Я постараюсь что-нибудь придумать. И не забывайте, Шосс, ваша судьба в моих руках. О, это я помню очень хорошо. Так, будем решать. Ну-ка, дневник. Так, с бомбой может Пучхев. Надо будет с ним связаться. А вот что делать со Штобе, пока не знаю. Будем... Я приду. Берем манифест. И подкладываем в тумбочку. Сидите молча. И не сопротивляйтесь обыску. Да я ничего, я ничего. Я подложил коммунистический манифест в тумбочку Штобе. Класс. Дальше. Ну. Ничего не идешь. К выходу. Я же сам тут заблудился. Это ж выход. Вот так. Все. 프로. Клик. Поехали. Клик. 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 Вставайте, Кеслер Никто вас тащить не будет Поднимитесь сами Вставайте, Кеслер Хватит притворяться Вставай, чертова тварь Вставай, собачье дерьмо Свинья Напился при фюрере Фридс, давай его Ну что, доигрался, офицерик? Но сейчас ты у меня быстро протрезвеешь Сейчас ты у меня узнаешь, что такое настоящая боль Фридс, только не слишком сильно Он еще понадобится нам живым Вставайте, Кеслер Никто вас тащить не будет Поднимитесь сами Вставайте, Кеслер Виктория, что происходит? Кеслера замирают? Да, Гермайер Он так долго просидел здесь Лишь из-за того, что большинству офицеров Пришлось сопровождать фюрера И рейхсфюрера Гиммлера Теперь они в два счета разберутся с этим Кеслером Виктория, а вам не жалко его? Ничуть Слабым и трусливым нет места на земле А пьянство Это и есть слабость и трусость Мне нужно позвонить Конечно, с кем вас соединить? С приема генерала Штахера Хорошо, Гермайер Вставай, чертова тварь Вставай, собачье дерьмо Свинья Напился при фюрере Фритц, давай его Алло Это приемная генерала Штахера? Адъютант Ото Хефнер слушает Что вам нужно? Это снова штандартен фюрер Майер Гестапо Передайте, пожалуйста, еще одно сообщение генералу Конечно, диктуйте Все подтвердилось Необходимо ваше личное присутствие на объекте Будем ждать вас во дворе Я передам ваше сообщение генералу Благодарю До свидания Ну что, доигрался офицерик? Но сейчас ты у меня быстро протрезвеешь Сейчас ты у меня узнаешь, что такое настоящая боль Фритц Так, Виктория Конечно, с кем вас соединить? Ну, сестра Хорошо, герр Майер Вставайте, Кеслер Никто вас тащить не будет Поднимитесь сами Говорит штандартен фюрер Майер Я сейчас нахожусь в Адлерхорсте Требуется срочный выезд оперативной группы на аэродром Нужно задержать человека по имени Конрад Штоббе Коммунистическая литература Вас понял, герр штандартен фюрер Майер Группа выезжает Вставайте, Кеслер Хватит притворяться Вставай, чертова тварь Вставай, собачье дерьмо Свинья Напился при фюрере Фритц, давай его Ну что, доигрался, офицерик? Ну, сейчас ты меня быстро протрезвеешь Сейчас Во двор Там должен Хефнер ждать Вот он Хефнер, черт, я уж думал, что вы не приедете Задержался, виноват Признаться, рад вас видеть Уж больно наводит тоску на меня этот замок Не думал, что от вас такое услышу Не думал Герда, кстати, о вас вспоминала Герда? Она же осталась в Берлине Это же не мешает ей позвонить мне по телефону, правда? Да, об этом я как-то не подумал Сказывает сообщение с местными офицерами Ладно, к делу Как одену портупею Так тупею И тупею Да, я вас слушаю Никто ничего не заподозрил? Вас не спросили, зачем нам нужно Вам нужно в замок? Нет, все прошло как нельзя лучше Мне очень повезло Как бы это везение не изменило нам впоследствии С удачей или без мы не сдадимся Недолго осталось усатому дьяволу ходить по земле Его уже заждались в аду Я согласен с вами, Хефнер Но не все так просто Не все так просто Хефнер, мне нужна бомба Сможете ее достать? Я достану детонатор, Майер Я вам обещаю Дайте мне только пару часов, и он будет у вас Со взрывчаткой дело обстоит сложнее Боюсь, не пропустят на КПП Плохо, Хефнер, плохо Но ничего не поделаешь Достаньте хотя бы детонатор Попробую чего-нибудь придумать Я уже представляю, что сделает с нашим фюрером взрыв Да вы, Хефнер, прямо-таки кровожадны Советую несколько умерить пыл К сожалению, никто не гарантирует, что незаметно заложить динамит в Кондоре вообще удастся Значит, ваш план — это бомба в Кондоре? Таких попыток было немало, и ни одна из них не увенчалась успехом Этот Гитлер чертовски живуч Хефнер, вы что? Все эти немалые попытки родились в министерстве Геббельса Это же миф о бессмертии фюрера Как вы этого не понимаете? После взрыва в самолете выжить нельзя Нельзя! Майер, бомба, которую Хельмут Стив заложил в водонапорную башню, взорвалась преждевременно Герздорф, Тресков, все их планы срывались в последний момент Майер, мы не можем рисковать Я поеду на место крушения и проверю, как приземлился наш любимый фюрер Как говорится, контрольным в голову Хефнер, это слишком большой риск И совершенно неоправданный, это просто глупо в конце концов Нет, майор, черт побери, вы меня не переубедите Делайте свое дело, и не мешайте мне делать свое Хефнер, подумайте о вашей сестре Герда нацистка, чистой воды Я люблю ее, и ради нее я должен положить конец безумству, охватившему Германию Похоже, вас не переубедить Это правда Есть какие-либо новости? Русские фактически окружили Будапешт Наступлению в Орденах, судя по всему, суждено захлебнуться В общем, наш доблестный главнокомандующий, как всегда, настроил планов, пренебрегая всеми законами времени и пространства И, как всегда, все провалил Ну, преувеличивать тоже не стоит Да знаю, знаю, майор, знаю Но сожжет же этот фанатик Германию, сожжет и не пожалеет Сердце болит, нет, серьезно, болит сердце Все ведь могло быть по-другому Ну? Стойте, майор Вспомнил одну вещь, которая может вас заинтересовать Я разговаривал вчера с зондерфюрером Вайсом И он намекнул мне, что у Гитлера есть планы использовать какое-то новое оружие возмездия Да Я мельком слышал о каких-то испытаниях Немного Но к словам Вайса, я бы посоветовал прислушаться Нам нужно договориться о том, как вы передадите мне детонатор Ваше предложение? Думаю, нам не следует еще раз встречаться в замке Мы можем привлечь к себе излишнее внимание Что же делать? Видите, крышка одного из этих ящиков свободно снимается Оставьте детонатор здесь, когда приедете в следующий раз Его никто не обнаружит Хорошо, я так и сделаю Значит, договорились? Время идет Нам нужно торопиться Удачи, Майер Позвоните мне, как только все закончите Если фюрер все-таки выживет, я добью его, клянусь Хефнер, не теряйте голову Ничего, ничего, Майер Вы меня не отговорите Если со мной что-нибудь случится, навестите Герду Она живет сейчас в съемной квартире в Берлине Сделайте это ради меня Идите к черту, Хефнер И будьте аккуратнее на КПП Не беспокойтесь У меня сегодня очень удачный день Так, ты-ты-ты-ты-ты Хорошо Еще дальше 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 нужно На аэропорт Ехать Дальше нужно На аэропорт 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 АПЛОДИСМЕНТЫ